Добрый день, меня зовут Екатерина Лангаева, в эфире КФУ Лайф, программа, в которой мы говорим о поступлении в Казанский федеральный университет. Сегодня у нас в гостях Институт международных отношений. На ваши вопросы ответят декан Высшей школы иностранных языков и перевода Сабирова Диана Рустамовна, декан Высшей школы международных отношений Востоковедения Хабибулина Эльмира Камилевна, заместитель декана по образовательной деятельности Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Каримова Луиза Каюнина. Добрый день. Добрый день. И по традиции начнем со вступительного слова, приветственного для наших абитуриентов. Пожалуйста, кто скажет? Давайте я поприветствую наших абитуриентов. Добрый день, уважаемые зрители. Мы представляем один из самых больших институтов нашего университета. И, собственно, три высшие школы, которые входят в этот институт, сегодня расскажут о своих направлениях подготовки, о преимуществах, ну и, собственно, о самой процедуре поступления в наш институт, в наш университет. Ну и я буду очень рада, если вы будете задавать свои вопросы, мы, конечно же, на них тоже с удовольствием ответим. Давайте расскажем об основных направлениях, которые есть вообще, в принципе, в вашем институте. Ну, давайте я продолжу тогда. В принципе, я уже сказала, что мы представляем самый большой институт в нашем университете. Я представляю самую большую высшую школу в нашем институте по количеству направлений. 9 направлений подготовки мы набираем. У нас самое большое количество бюджетных мест, у нас самое большое количество остепененных преподавателей, у нас самое большое количество, как я уже сказала, направлений и профилей подготовки. Ну и поэтому мы можем предложить абитуриентам, собственно, такой широкий спектр направлений, я думаю, которые заинтересуют не только тех, кто интересуется историей, культурой, исходя из названия нашей высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия, но и для тех, кто интересуется изучением языков, кто интересуется изучением зарубежных регионов, кто хочет приобрести направление практикоориентированное, быть востребованным на современном рынке труда. Ну и, собственно, вот я сейчас буду рассказывать о тех направлениях подготовки, которые реализуются в нашей высшей школе. И я думаю, вы убедитесь в справедливости сказанных мною слов. Начну я с направлений, ну, наверное, самых молодых, пойдем по этому принципу. В этом году у нас есть несколько новых предложений по сравнению с предыдущими наборами. У нас открылось несколько новых направлений и несколько новых профилей. Ну и, собственно, я начну с направления документоведения и архивоведения. Это заочная форма обучения, что, в принципе, тоже является новшеством для нашей высшей школы, поскольку на бакалавриат мы, в принципе, реализовали до этого только очный формат обучения. Вот данное направление подготовки как раз-таки одно из наиболее практикоориентированных. Это то направление, которое наша высшая школа открыла в ответ на запрос со стороны работодателей. То есть к нам мы очень тесно сотрудничаем с архивным управлением, которое заинтересовано, прежде всего, в выпуске специалистов по данному направлению. Мы, в принципе, тесно сотрудничаем и по ряду других направлений с государственными, муниципальными, различными учреждениями, которые, собственно, заинтересованы в наших выпускниках в качестве сотрудников собственных. Вот документы ведения и архивоведения одно из таких направлений, которое будет готовить специалистов, прежде всего, для работы на госслужбе. Ну и, собственно, профиль, который в рамках данного направления открывается, это документы ведения и дела производства в органах государственной и муниципальной власти, говорит само за себя. И почему я упомянула архивное управление, с которым мы сотрудничаем, потому что не нужно воспринимать это направление только как, ну, скажем так, готовящие специалисты, которые работают с документами, да, знают, как правильно их оформлять и, собственно, как организовать делопроизводственный процесс на предприятии. Здесь, конечно же, мы не зря такое фундаментальное высшую школу, фундаментально научное подразделение. Здесь большое внимание будет уделяться теоретической подготовке. То есть здесь мы готовим не только документоведов, но и, можно сказать, что историков-архивистов, то есть работников государственных учреждений, учреждений архивной сферы, которые прекрасно, скажем так, разбираются и в исторической новой, которые могут работать не только с документами современными, но и с документами разных исторических эпох. Я считаю, это одно из таких сильных конкурентных преимуществ данного направления. Еще одно новое направление, ну такое новое старое направление, скажем так, которое в этом году будет реализовываться, это направление археология. Раньше это был профиль в составе направления истории, сейчас он выделен в отдельное направление. Но, собственно, об археологической школе нашего института можно говорить многое. У нас действительно очень сильно развито это направление. У нас регулярно проводится международная археологическая школа, которая собирает и студентов, и ученых со всего мира, интересующихся данным направлением. Поэтому на направлении археологии для тех, кому интересно заниматься исследованием памятников древности, будет чему научиться. Я говорю, конечно, о таких направлениях, которые связаны с древностью, историей, археологией, но, тем не менее, и современные технологии там, конечно же, изучаются. То есть не нужно думать о том, что если вы поступаете на направление истории или на направление археологии, особенно на направление археологии, вы ничего кроме лопаты не увидите на практике. Нет, это совершенно не так, потому что особое внимание на всех направлениях подготовки уделяется именно современным методикам работы и с историческими источниками, в том числе информационным технологиям. В частности, и на документоведение архивоведения, и на археологии цифровым методам, цифровым технологиям достаточно большое внимание в учебном плане уделяется. То есть вы, в принципе, будете владеть всеми современными инструментами исследовательскими, которые необходимы специалистам в данной области. Ну и еще одно новшество, это уже профильное направление, которое открывается в рамках педагогического образования, традиционного. Пять лет обучение на этом направлении проходит. Собственно, у нас открывается новый профиль экономика и иностранный язык, чего не было до этого. И два профиля, которые традиционно набираются на данном направлении, это история и общество знаний, история и иностранный язык. Ну, о педобразовании, наверное, отдельно говорить не стоит, поскольку все прекрасно понимают, что это за направление. Закончив педагогическое образование с двумя профилями подготовить, вы можете сразу же идти работать в школы. Как я уже говорила, большое внимание здесь уделяется именно практике, практике работы со школами и в школах. Собственно, педагогические практики, новые методики, в том числе, опять-таки, информационные технологии в образовательной деятельности. Все это есть в учебных планах по данному направлению. Ну, и если говорить о практикоориентированности, конечно же, не могу не упомянуть такие направления, как зарубежное регионоведение и регионоведение России. Это, ну, тоже достаточно новые, молодые направления, которые действуют в рамках нашей высшей школы. Кто такой регионовед? Это вопрос, который чаще всего задают абитуриенты и их родители на днях открытых дверей. Ну, я скажу так, регионовед — это аналитик, это специалист, который владеет комплексными знаниями о регионе, и это специалист, который владеет двумя иностранными языками. Вот, руководствуясь этим принципом, мы, собственно, выстраивали учебные планы данных направлений. Почему практикоориентированность? Потому что наши выпускники, опять-таки, работают в государственных органах на разных уровнях, от регионального до федерального работают, поскольку мы их учим анализировать, искать, обрабатывать информацию, работа в средствах массовой информации, информационно-аналитических агентствах. Но и, поскольку они владеют иностранными языками, могут также работать в представительствах зарубежных компаний, которые работают в России, ну и, собственно, в представительствах российских компаний, которые работают за рубежом. Здесь, на данном направлении зарубежной регионоведения России изучаются два иностранных языка. Это зависит от профиля, если мы говорим о зарубежном регионоведении, там реализуется профиль регионной страны евроатлантической цивилизации, здесь в качестве основного выступает европейский язык и второй английский. Профиль афроазиатские исследования здесь изучается в качестве основного восточный язык и второй английский, и на направлении регионоведения России в качестве первого языка изучается китайский, и в качестве второго английский язык. В чем, собственно, комплексность этих направлений заключается? Как я уже сказала, регионы изучаются с самых разных сторон. Здесь присутствует в учебном плане и дисциплина экономического цикла, политологического, конечно же, цикла, и теория международных отношений, и культура, и история. То есть вы действительно рассматриваете, скажем так, многогранно тот регион, на котором хотите специализироваться, и в отношении которого будете потом работать, осуществлять свою профессиональную деятельность. В чем отличие зарубежного регионоведения и регионоведения России? Я думаю, понятно, здесь регион специализации самое главное, но регионоведение России — это как изучение самой Россией в качестве актора международных отношений и положения Российской Федерации на международной арене продвижения Российской Федерации, в том числе и в информационном пространстве международном, так и изучения субъектов внутристрановых регионов, субъектов Российской Федерации. Опять-таки, и особый акцент здесь делается на развитие внутристрановых регионов, т. е. мы ориентируем наших выпускников, работать прежде всего на госслужбе и развивать свои регионы. Надо сказать, что ребята, которые поступают на данное направление регионоведения России, они действительно представляют самые разные регионы Российской Федерации. На самом деле у нас на данном направлении учится не так много ребят из Татарстана. В принципе, действительно хорошо представляют всю Россию и, выпускаясь, уезжать свои регионы, развивать их. Еще одно большое направление, это, конечно же, история. Здесь несколько профилей, это фундаментальное научное направление. Здесь люди, которые интересуются историей, найдут для себя однозначно то, что их заинтересует. Можно изучать всеобщую историю, можно изучать отечественную историю, можно изучать историю международных отношений, причем историю международных отношений не только, сам процесс развития, складывания взаимоотношений между различными государствами и регионами, но и акцент основной, конечно, будет делаться на современной истории, это 20-21 век. И здесь также есть еще такой очень интересный профиль, история тюркских народов для тех, кому интересно это направление. Здесь, собственно, обучаться можно, это контрактная форма обучения, но, собственно, для тех, кого заинтересует данное направление, есть возможность обучаться за счет средств республики. То есть это такая прекрасная возможность получить образование. Следующее направление, это связанные, наверное, туризм и культурология, о которых я бы хотела сказать. Туризм, однозначно, я думаю, никто со мной не будет спорить. Также практикоориентированное направление, международный туризм профиль, реализуются достаточно востребованное направление. Здесь специфика в том, что ребята учатся не просто проводить экскурсии красиво, не просто изучают зарубежные регионы, достопримечательности и прочее, а готовятся, собственно, к серьезной работе как в рамках самих туристических организаций, так и опять-таки в органах государственной власти, которые курируют данную сферу. То есть здесь ребята учатся организовывать туристическую деятельность, управлять различными организациями, входящими в данную область. Культурология. Культурология, опять-таки, это не просто изучение культур различных стран и регионов, но и подготовка экспертов, которые способны определять ценность того или иного произведения искусства в культурном отношении. Ну и в принципе культурология это достаточно интересное направление, поскольку на всем протяжении обучения этого направления вы будете очень тесно взаимодействовать с различными музеями, посещать различные выставки, слушать ведущих экспертов из столичных музеев и университетов. И в принципе у нас культурологи регулярно участвуют в каких-то подобных мероприятиях. Я думаю, это тоже одна из привлекательных сторон обучения на данном направлении. Ну и собственно еще одно направление, о котором обязательно следует сказать. У нас возобновляется набор на направление антропологии и этнологии для тех, кто интересуется историей различных народов, развития различных народов, различными этносами, национальностями, кто хочет разбираться в межнациональных, межэтнических, межконфессиональных взаимоотношениях как в России, так и в различных регионах Российской Федерации и в мире в принципе в целом. И здесь в качестве специфики данного направления опять-таки могу указать то, что это не просто изучение отдельных народов, культур и прочее, но это подготовка именно к экспертно-аналитической деятельности. То есть большинство выпускников и преподавателей собственно кафедры, реализующих данные направления подготовки, они работают в качестве экспертов опять-таки в органах государственной власти и управления в различных общественных организациях. Ну в принципе я никого не забыла, все 9 направлений подготовки перечислила. Надеюсь, я вас не сильно утомила. Как вы видите, я ничуть не покривила душой, когда сказала, что у нас самое большое количество направлений, о них действительно можно очень долго рассказывать, но в принципе все они хорошо представлены и на сайте нашего института в разделе поступая в МО, как и другие направления, о которых коллеги будут рассказывать. Также и на сайтах кафедр, которые реализуют данные направления, я бы вам рекомендовала, когда вы будете определяться с направлением подготовки или несколько направлений вас заинтересует. Обязательно зайти на сайт нашего института, на сайты кафедры, изучить всю информацию, которая там размещена. Да даже новостную ленту нашу полистайте и вы увидите, что здесь очень насыщенная студенческая жизнь проходит, вы можете себя реализовывать и в научной, и в образовательной, и в культурной сфере, и в принципе каждый из вас найдет для себя что-то интересное. Ну а я, наверное, передам слово представителю следующей высшей школы международных отношений и востоковедения, Эльмире Камильевне футбольной, и она расскажет о направлении их подготовки, которые реализуются в этой высшей школе. Спасибо, Луис Каевна, благодарю, добрый день еще раз. Да, на самом деле в свою высшую школу, в стены нашей высшей школы мы приглашаем тех абитуриентов, которые, конечно, в первую очередь чувствуют себя большими гуманитариями, готовы изучать именно гуманитарный блок дисциплин, а именно международные отношения, востоковедение, апреканистика, экономику. И хочу рассказать обо всех направлениях подготовки, может быть, более четко, более точно. И, наверное, начну с самого первого направления подготовки международных отношений. Это то направление подготовки, которое собирает к нам тех абитуриентов, которые интересуются дипломатией, международными отношениями в целом, которые готовы изучать иностранные языки, а потом выезжать за пределы Российской Федерации, представлять ее интересы, может быть, творить новые чудеса в отношениях, учитывая столь сложное время, в котором мы сейчас живем, на политически сложное время. Может быть, это станут будущие министры иностранных дел, которые покажут свой карьерный рост именно в этом направлении. Для того, чтобы поступить на международные отношения, нужно сдать 4 ЕГЭ. Это историю общества знаний русский-английский. Но скажу по секрету, что если вы сдаете все эти 4 ЕГЭ, то можете претендовать как минимум на все направления подготовки, которые реализуются в стенах нашего института, но еще на массу других направлений подготовки. И таким образом вы можете поступить не только на международные отношения, но и на любое другое, где у вас окажется больше шансов и больше возможностей. Для тех, кто поступает на это направление подготовки, хочу сказать, что вы будете изучать 2 иностранных языка. В качестве второго иностранного у вас будет английский, потому что студенты, которые приходят к нам на первый курс, заведомо уже владеют этим языком, и они будут продолжать именно с того уровня, на котором они пришли сегодня к нам, так скажем, на 1 сентября будущего учебного года. А вот первый иностранный язык, его будет чуть-чуть побольше, даже, я бы сказала, еще очень много. Он будет обучаться на протяжении всех 8 семестров, всех 4 лет обучения. И это будут комбинации либо европейский-европейский, соответственно, европейский плюс английский, либо восточный плюс европейский язык. В последнее время действительно большой спрос на восточные языки, и поэтому мы набираем группы как с восточными, так и с западными языками. Всегда задаемся вопросом, я отучился, что же я буду делать? Это на самом деле достаточно частный вопрос, частый вопрос, который задают и абитуриенты, и студенты, особенно их родители. Так вот, мы не готовим только чисто дипломатов, только тех послов, консулов, которые будут работать, хотя в том числе это все в приоритете. А мы готовим специалистов, которые могли бы в будущем работать в международных агентствах, в международных компаниях, в международных отделах, в министерствах, других ведомствах и крупных экономических компаний, холдингов, как, в принципе, сейчас наши выпускники и поступают. И, собственно говоря, вот за 26 лет подготовки, выпусков, которые состоялись на этом направлении подготовки, большое количество сейчас наших выпускников не только в регионах Российской Федерации, в столице Российской Федерации в том числе, но и за пределами нашей Российской Федерации представляют ее интересы в экономических представительствах, полномочных представительствах, как западных, так и в восточных странах. Поэтому, если вы все-таки решаетесь и хотите реализовывать себя в этом направлении, добро пожаловать на направление подготовки международных отношений. Также стоит отметить, что во время обучения ребята имеют возможность проходить практику и в ведомствах, и в международных организациях. Если ребята показывают себя, так скажем, с достаточно подготовленной стороны, хорошую языковую подготовку, то есть возможность выезжать и на зарубежные стажировки. Следующее направление подготовки не менее интересное, не менее важное, и, наверное, достаточно актуально на сегодняшний день, это востоковедение африканистика, учитывая, что Российская Федерация взяла полностью поворот на восток, да, хотя и раньше восточное направление было достаточно интересным, востоковедение африканистика зарождало здесь более двухсот лет назад, именно в этом университете, как окно на восток, и как бы вот продолжает традиция восточного разряда, востоковедческого направления. Мы продолжаем обучение, это одно из самых востребованных направлений подготовки. Каждый год мы набираем достаточно большое количество уже студентов, первокурсников и обучаем их разных языкам и разным профилям. Если говорить о профилях направления на востоковедении африканистики, то их основных всего четыре, это языки и литература страны Азии, Африки, где наши абитуриенты будут изучать китайский, корейский, японский, турецкий, арабский, персидский языки в качестве первого и не менее интересный, не менее экзотический в качестве второго языка. Это будет оставаться секретом, те, кто поступит еще 1 сентября, смогут уже этот секрет для себя раскрыть. Чем отличается этот профиль? Лишь только тем, что, наверное, более углубленно ребята будут изучать, конечно, восточный язык будет везде в большом объеме, в одинаковом объеме, они будут изучать литературу того региона, язык, который изучают, они будут изучать азы, методики преподавания этого, с этого языка на русский язык, только начальные дисциплины и, конечно, методику преподавания этого языка, потому что уже новый стандарт 3++, по которому мы начали обучать, он включает и педагогические компетенции, наши выпускники уже даже после бакалавриата могут идти в школы и преподавать язык, а если они имеют еще и магистрское образование, которое также можно получить в стенах нашей высшей школы, то могут преподавать и даже в УЗИ, если имеют небольшое стаж преподавания либо работы в образовательной организации. Следующий профиль не менее интересный, это профиль истории страны Азиафрики, в этом году мы будем набирать китаеведов, которые будут изучать более углубленную историю общественно-политического развития Китая, конечно, наравне с китайским языком, и ребята будут уже более углубленно изучать именно исторический профиль, исторические вехи, так скажем, развития Китая, Китая и других стран, отношения других стран, в том числе Китая и России. Экономика страны Азиафрики достаточно новый профиль, мы набираем на него лет 7-8, ну, учитывая, что выстыковение африканистики уже более, скажем, авторитетное, с опытом направления подготовки. Так вот, экономика страны Азиафрики в последние годы показывает еще больший интерес, ребята с большим, огромным интересом идут все-таки экономические отношения Российской Федерации, развиваются именно в восточном направлении, и помимо углубленного изучения восточного языка того региона, который они изучают, ребятам дается возможность изучать экономическое развитие этого региона, экономические отношения, денежно-валютные единицы, это, конечно, не тот профиль, где ребята будут изучать бухучет, учиться, становиться бухгалтерами, нет, на самом деле здесь они будут готовиться, так скажем, будут репетировать, как они станут экспертами, также в международных организациях, в компаниях, в аналитических отделах, где смогут проводить эту работу, ну и, конечно, смогут выезжать за пределы Российской Федерации, где тоже в наших полномочных представительствах на них большой спрос, тем более сегодня, с учетом того, как отношения развиваются, очень большой спрос именно на этих специалистов, и уже на третьем-четвертом курсе на ребят приходит большой заказ подготовить аналитические записки, подготовить переводы и в том числе выступать в качестве уже экспертов. Следующий, ну, наверное, последний из этой линейки профиля подготовки политика экономики тюркских народов. Ранил Искайм тоже рассказал о том, что это целевой профиль, но мы его называем целевым, на самом деле он, так скажем, архи-целевой, потому что не совсем целевой, ребята поступают на контрактную форму обучения, но при этом как бы за их обучение компенсируется и средства Республики Татарстан. Объясню это тем, что это также обосновано необходимостью специалистов со знанием восточных языков, в данном случае ребята изучают турецкий, арабский, английский языки, сам по себе идет на востоковедение, африканистике, как второй иностранный. Ребята могут проходить практики в наших ведомствах, сейчас у нас есть большой опыт, это и агентство институционного развития, это Министерство экономики развития, это Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан. Сейчас вот у нас группа ребят находится в Казахстане на стажировке, они обучаются в университете и параллельно проходят еще и стажировки на площадке нашего полномочного представителя Республики Татарстан. Поэтому как бы вот ребята уехали на стажировку, но поймали, так скажем, за хвост сразу двух зайцев. Здесь ребята изучают в качестве первого иностранного языка турецкий, в качестве второго иностранного языка арабский на протяжении двух лет, четыре семестра. И стоит отметить, что на востоковязнии и африканистике также английский язык, он идет как продолжающий с самого первого курса до окончания учебы, до восьмого семестра, и ребят усовершенствуют уже тот язык, тот багаж языка, с которым они пришли к нам на 1 сентября первого курса. Собственно говоря, вот те языки, которые будут изучаться, я уже вроде проговорила, но стоит отметить, что у нас на отделении это 13 восточных языков, и все 13 вот в том или ином объеме имеют возможность они изучать, а стоит отметить, что те ребята, которые приходят изучать два восточных языка, Диана Рустам тоже не даст соврать, этим не довольствуются, они идут еще на курсы и пытаются взять еще и другие вершины, другие языки покорить тоже. Достаточно новое направление подготовки, мы еще только-только начинаем выпускать наших ребят, но это направление экономика, также хочу сказать, что это направление подготовки не имеет ничего общего с классической экономикой, с бухучетом, с подготовкой, так скажем, экономистов, но оно очень интересное, потому что профиль звучит как международные экономические отношения, это профиль комбинированный, это направление подготовки междисциплинарное, комбинированное, в которое включаются элементы подготовки международных отношений, выстыковение африканистики, потому что ребята могут изучать и восточные языки в том числе, просто их объем будет чуть-чуть поменьше, они будут подключаться уже только на третьем курсе. Чем интересен этот профиль подготовки, это направление подготовки, наверное, тем, что наряду с пазовым экономическим дисциплинам, как я уже сказала, ребята изучают междисциплинарные курсы и также могут реализовывать себя на площадках международных организаций и дальше продолжать свое обучение и поднимать по карьерным ступенькам уже именно в межведомственных организациях. Новое направление подготовки, точнее новое и старое, на самом деле, я думаю, более подробно про это направление подготовки может рассказать только Диана Рустам, но в этом году у нас есть первый опыт, который мы хотим попробовать. Это тоже вызвано, наверное, востребованностью специалистов с арабским языком, с арабским и английским языком, учитывая, что буквально через два месяца Казань становится площадкой не для Казан-саммита, а уже для Казань-форума. Это масштабное мероприятие, которое из рамок республиканского переросло в формат федерального, и вот сегодня уже приходит большой запрос на специалистов со знанием восточных языков и, так скажем, с компетенциями переводчиков, поэтому вот в этом году мы совместно пробуем набрать первую пока пробную группу, но я надеюсь, она будет очень успешной. Это лингвистика, перевод и переводоведение, арабские и английские языки, где ребята смогут изучать углубленные языки, а также получать компетенции переводчиков, устного и письменного перевода. Ну, я также готова ответить на все вопросы, которые будут поступать, и я думаю, Диана Рустамовна вот на этой нотке, начав говорить о лингвистике, более глубоко сможете сказать вы, поэтому слово передаю вам. Большое спасибо, Элимир Камильевна. Итак, самое вкусное, самое сладкое, как обычно на десерт. Готовы слушать про высшие школы иностранных языков и перевода? Слушайте. Итак, высшие школы иностранных языков и перевода одно из самых крупных подразделений в Приволжском федеральном округе, которое обеспечивает языковую подготовку. Нашей высшей школе 200 преподавателей. У нас одно, любимое, единственное направление подготовки и лингвистика с большим количеством профилей, за каждым из которых стоит отдельная языковая комбинация. У нас есть две формы подготовки, это очные с четырехлетним сроком обучения и пятилетние, это очно-заочная форма обучения. План абсолютно совпадает, просто план очников четырехлетней подготовки посажен на пять лет для вечерников, но обо всем по порядку. Итак, направление лингвистика 45.03.02 с профилем, самый большой профиль это перевод перевода ведения, и здесь представлены различные языковые комбинации, французский английский, немецкий английский, испанский английский, арабский английский, как сказала Эльмира Камилевна, в этом году у нас будет первый набор. Для кого это? Это для тех, которые уже, абитуриенты я имею в виду, приходят к нам с хорошим, прочным уровнем знания английского языка, и здесь мы с ним вступаем в диалог. Мы предлагаем им для изучения в качестве основного языка новый совершенно для них язык. Лемецкий, либо французский, либо испанский, и в этом году мы еще предлагаем арабский. Английский продолжается. Английский они продолжают изучать и все четыре года, и так далее. Как я всегда говорю, даже если вы захотите забыть английский язык, вам уже ничего не поможет. Вы все равно будете его помнить. Но большее количество часов, которые выделяются на первый иностранный язык, конечно же, заведомо ведет к тому, что студенты смогут за четыре года обучения на хороший уровень прорваться просто, действительно прорваться. Потому что дисциплин у нас очень много интересных, очень широкая линейка курсов по выбору. Пожалуй, такое не найдете нигде. Как я всегда говорю, найдите где лучше, и я тогда, ну, как говорится, извинюсь за свои обещания. Я перечислю только несколько курсов по выбору, специализированные, это курсы специальные. Перевод текста в области нефтегазодобывающей сферы, перевод текста в области биомедицины, перевод текста в области высоких технологий, перевод текстов в области спорта и туризма, перевод текста в области строительства, архитектуры и дизайна, перевод текстов, ну, понятно, технических, общественно-политических, это все понятно, конечно же, это и есть, перевод текстов в области психологии и образования, перевод речей и публичных выступлений, что сейчас весьма актуально, перевод текстов гостиничного, ресторанного дела и так далее. Много всяких разных курсов, мы подаем их блоками, курсами по выбору, и студенты могут выбрать наиболее привлекательные для себя курсы по выбору. Мне нужно было сразу оговориться, что все наши лингвисты изучают три иностранных языка. Да-да-да, такого больше нигде нет, потому что это делается все в рамках программы. И когда я говорю о том, что наши выпускники выходят со знанием двух европейских и одного восточного, смотрите, как это складывается. Итак, если вы для изучения выбираете два европейских языка, допустим, английский и португальский, то в качестве третьего мы будем предлагать вам обязательно восточный. Если вы выбираете в качестве первого и второго английский какой-то восточный язык, допустим, английский и китайский, то в качестве третьего языка у вас будет обязательно европейский. Это вы будете делать все в вашей дружной подгруппе, я надеюсь, что вы поступите, вы будете очень хорошие дружеские отношения всегда нам демонстрировать. Мы всегда за дружбу студентов, тем более за дружбу студентов и преподавателей. Вы будете выбирать на втором курсе, какой язык вы будете изучать, начиная с третьего курса. Я имею в виду треть иностранный язык. Об этом я сказала. Теперь по поводу вечерней формы обучения. Там такой же план, только он один у нас, профиль английский и второй иностранный. Да-да-да, я забыла назвать те языки, которые мы предлагаем вам в профиле английский, второй иностранный в качестве второго языка. Слушайте и запоминайте. Итак, на прием 23 года мы предлагаем в качестве второго иностранного языка 4 европейских, немецкий, французский, итальянский, португальский и 4 восточных языка, китайский, корейский, вьетнамский, турецкий. Вот эти 8 языков, добро пожаловать. И, конечно, я просто обязана сказать еще об одном, наверное, моем самым любимом профиле, который тоже идет в направлении лингвистика. Разумеется, это называется профиль теория-методика преподавания иностранных языков и культур. Это своего рода альтернатива для педагогического образования, но на педообразование сравнивайте. Вы учитесь 5 лет, вы учите 2 иностранных языка. На лингвистике, на теории-методике преподавания иностранных языков и культур, а само название звучит, и вы понимаете, к чему мы готовим людей. Вы учитесь 4 года и учите 3 языка. Ну вот просто для сравнения. Прокрутите еще раз запись и послушайте внимательно. Итак, какие языки мы предлагаем на теории-методике преподавания иностранных языков и культур? Английский всегда основной. Да, надо признать, его выбирает львиная доля наших школьников для изучения. А в качестве второго языка мы всегда предлагаем немецкий, французский, испанский. Обратите внимание, испанского в качестве второго на переводе нет. И, конечно же, китайский. Вот комбинация из этих четырех языков. Мы всегда набираем несколько групп на этот профиль и вообще наше направление отличается тем, что у нас всегда очень мощные массовые наборы. Народ на языки шел, идет и, я надеюсь, будет еще долгие годы идти. Так что приходите к нам. Спасибо большое за подробный ответ. Давайте теперь поговорим немного про стажировки и практики. Уже затронули этот вопрос, но хочется поподробнее услышать, особенно про такие интересные, как мне кажется, направления, как археология, антропология. Интересно, как проходит стажировка? Ой, точнее, практика. На самом деле, да, мы уже начали говорить об этом. И, собственно, мы не можем об этом не сказать, потому что это действительно один из важнейших элементов и, собственно, образовательного процесса. Ну, я с практик начну, поскольку в практике они присутствуют абсолютно на всех направлениях подготовки. То есть все те направления, которые озвучили представители всех трех высших школ, они в свои учебные планы, естественно, включают в том числе и практики, учебные и производственные. Тут, опять-таки, зависит от направления, как будет эта практика реализовываться. Если говорить об археологии, то у нас и профиль истории, собственно, все исторические направления, они на первом курсе летом, окончив уже обучение, выезжают на практики. Историки выезжают на археологическую практику, то есть они едут копать памятники исторические. Причем нужно сказать, что, собственно, всех посвящают в археологии, все становятся археологами, даже если вы не выбрали направление, само археология, решили стать историком, все равно вы будете археологом в любом случае. Практика – это такое введение, скажем, специальность. В принципе, у нас ребята имеют возможность на протяжении всего процесса обучения, даже в магистратуре, выезжать в археологические экспедиции, уже потом в качестве участников регулярно приглашают принять участие в экспедициях. Поэтому вот эта часть, она, как всегда, присутствует в студенческой жизни наших ребят. Если говорить о направлении антропологии и этнологии, у них свой вид практики. Это этнографическая практика, то есть они выезжают и общаются с населением, собирают материал уже непосредственно в интервью с жителями различных областей, регионов, национальностей, культур, которые они изучают, которые им интересны. То есть это тоже обязательно входит в программу обучения. Если говорить о педагогическом образовании, ну я уже об этом сказала, ребята выходят на практики в школы, они ведут, собственно, занятия. Ну они часто там находятся и на различных методических мероприятиях, которые в процессе обучения для них проводятся, также и проходя педагогическую практику. Если говорить о практикоориентированных направлениях, вот о регионоведении России, и документы ведения, архивоведения, здесь ребята будут проходить практики в государственных учреждениях и ведомствах. Мы тесно взаимодействуем с различными учреждениями. Это и Министерство промышленности и торговли, это агентство инвестиционного развития, там же, где проходят, собственно, студенты высшей школы в стакане международных отношений. Это торгово-промышленная палата, это Министерство молодежи, ну то есть, собственно, все ведущие организации, ну плюс представительства различных политических партий тоже с удовольствием берут наших ребят на практики. Ну и, наверное, такой показатель успешности проведения практик по нашим направлениям, это, собственно, то, что часть студентов, проходя практики, они проходят, ну такие уже серьезные профессиональные практики на третьем либо на четвертом курсах, вот часть студентов, уйдя в организации, собственно, остаются там работать. Это действительно такие прецеденты есть, они не такие уж и редкие, что говорит, собственно, о том, что выпускники наших направлений, они действительно востребованы, их действительно ждут, и если вы показываете хорошие результаты, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы взять максимум от того, что вам дает университет, высшая школа, кафедра, то проблем с трудоустройством у вас, ну, в принципе, быть не может. И что касается стажировок, опять-таки стажировки, они доступны для абсолютно всех студентов нашего института, стажировки у нас проходят регулярно, стажировки, как в другие российские университеты, организации, учреждения, так и за рубеж, и, в принципе, восток Европы, даже сейчас в европейские страны у нас ребята на стажировку подают заявки и выезжают, в принципе. Ну, конечно, самое популярное направление в Китае сейчас, потому что, ну, во-первых, это всегда было интересно нашим студентам, а во-вторых, сейчас это, ну, такое максимально, наверное, востребованное направление. Поэтому стажировки – это вот та часть, которая во многом, опять-таки, зависит от самих студентов. Возможности, которые вам дают высшие школы, институт, университет в целом, их огромное количество. На самом деле конкурсы регулярно объявляются на зарубежные стажировки, в том числе, надо быть просто инициативным, надо учить языки, не пропускать занятия, и, наработав уже соответствующие компетенции, вы можете попробовать принять участие в конкурсах и, собственно, выиграть поездку на стажировку в тот вуз, который вам понравится или который предлагает тот набор курсов, который будет вам интересен. Это не что-то такое запредельное, это, в принципе, да, возможность, которая есть, повторюсь, абсолютно у любого студента нашего института. Если коллеги что-то добавят. Да, ну, я действительно, как бы здесь достаточно подробный ответ, и время много занимать не хочется. Хочу сказать, что в Казани проходит большое количество мероприятий, из года в год они повторяются, есть новые, это и чемпионаты, это и Казан саммит, и многие другие мероприятия. И вот Диана Рустамовна не даст соврать, наверное, у вас уже пришла, да, заявка. Ну, сотни студентов, они выезжают на эти мероприятия на протяжении подготовительного периода проведения этих мероприятий. Это бывает недели, две недели. И большое количество ребят, они даже уже, так скажем, автоматом проходят вот эту практику на участие на этих мероприятиях. В качестве переводчиков, в качестве экспертов, специалистов в сопроводительных мероприятиях. И поэтому, как бы, вот практики, они даже мы иногда закрываем нашим ребятам практики вот участием в таких мероприятиях, потому что они приносят сертификаты, дипломы, благодарственные письма что как бы очень немаловажно и здесь мы выходим за границ наших профильных мероприятий как бы предприятий министерств чрезвычайных ситуаций да то есть многие другие организации казалось бы который абсолютно не имеет никакого отношения но тем не менее вот с нашими студентами работают и это действительно добавляет им большое количество так скажем soft skills вот этих компетенций которые мы не можем реализовывать в рамках учебного плана а что касается стажировок да здесь действительно очень большое количество их бывает и в рамках как был казанского федерального это также у нас есть вузы партнеры а у нас их большое количество и вузы партнеры так скажем для наших студентов открывать дополнительные программы стажировки в рамках наших договоренностей и студенты имеет возможность выезжать и вот сделаю только небольшую ремарку не обязательно чтобы например студент который хочет поехать китай он не обязательно должен чистить китайский язык это может быть дент который изучает и другой язык но он может претендовать на эту стажировку то же самое не обязательно студент который выезжает в арабский стран должен владеть арабским только языком, то есть есть расширенные возможности для студентов уезжать на определенное время, в среднем это, конечно, семестр, на годовые стажировки очень сложно выезжать, и мы как бы стараемся продлевать, не делать эти стажировки больше семестра, но у нас есть такие случаи, когда студент, изучающий один регион, один язык, выезжал в совершенно другой регион и приезжал вот с таким багажом знаний. Спасибо. Спасибо. То есть возможность стажироваться за рубежом есть и сейчас? Она была даже тогда, когда была пандемия. То есть даже в пандемийные годы у нас была возможность, онлайн-возможность онлайн-стажировок, преподаватели, которые были здесь, проводили вот эти проекты, поэтому мы не замораживали их даже, да, физически не было выход, но онлайн-стажировки были, они были не менее эффективными, вот в те времена, когда мы сидели дома, преподавали, может быть, экран в компьютерах, но тем не менее вот эта деятельность не останавливалась. Какие, по вашему мнению, самые интересные направления, куда можно поехать стажироваться? Я думаю, что мы, наверное, будем сейчас рассматривать не интересные направления, а возможные направления, да, вот сходя из тех возможностей, которые, может быть, где-то стали более зауженными, да, в связи с политическими ситуациями. Но хочется сказать, что благодаря нашим хорошим, добрым отношениям с вузами-партнерами мы имеем возможность, например, отправлять ребят в восточные страны для стажировки с европейским компонентом, то есть открывается очень большое количество стажировочных программ для изучающих европейские языки у наших восточных партнеров, и таким образом они выезжают для стажировки по европейскому направлению, для, скажем, усовершенствования европейского языка, но при этом еще имеет возможность и получить восточный язык. И, в частности, как вот Луис Кайон ранее сказала, есть возможность выезжать в европейские страны, поэтому сказать, что интересно для кого-то сложно, да, потому что все-таки человек, он интересуется чем-то конкретным, поэтому здесь, наверное, можно исходить не от направления подготовки, а от контекста, который стажировка дает, потому что для кого-то интересно именно языковое портфолио свое нарастить, именно языковые компетенции развивать, тогда это один вид стажировки, а кто-то, например, уезжает совершенно, скажем, не в свою страну язык, который, да, изучает, для того, чтобы, может быть, расширить свои компетенции именно в направлении, да, там, международные отношения, ту же экономику, то есть изучить экономику другого региона, для того, чтобы, может быть, дальше привезти этот багаж знаний и уже реализовывать себя здесь. Спасибо. Давайте теперь поговорим про проходной балл. Растет ли он с каждым годом? Вы знаете, здесь, наверное, нужно разделить этот проходной балл на бюджет и на контракт, да. Баллы минимальные для поступления на контракт каждый абитуриент может увидеть у себя, открыв наш сайт, да, буду абитуриентом, то есть там все четко, какой минимальный балл, чтобы вы могли уже претендовать на контрактный конкурс. Что касается бюджетного балла, здесь, конечно, год от года все меняется, и от нас, от преподавателей, от тех, кто набирает, это никак не зависит, это зависит от того абитуриента, который приходит к нам поступать. Вот в прошлом году, ну, ни для кого не секрет, например, ребят с низкими баллами поступали, были очень интересные случаи, когда, например, ребят поступали с достаточно низкими баллами, что для нас было неожиданно. А были годы, когда, например, очень высокий балл, я вот только приведу, например, из 300 возможных на востоковедении африканистике, например, были годы, когда на бюджет можно было поступить с 286, то есть закрывался прием, а было, например, 264. Но это, конечно, зависит и от количества бюджетных мест, и от самого качества того, которое показывают ребята. Ну и Диану, что там не даст соврать, она набирала абитуриентов на 300 возможных и 35, и 304 балла. Ну я приведу пример небольшой. У нас есть 307 баллов, 305, 303, 302. Я не хочу никого запугать. Я говорю все то, что открыто и в открытом доступе. Лингвистика всегда славилась тем, что у нас достаточно высокий проходной балл. Но, друзья, в конце концов, мы не знаем, какие баллы вы в этом году принесете, все зависит от вас. Поэтому спросите меня, какой будет проходной балл в этом году, никто не скажет, ни я не скажу, никто из здесь сидящих не скажет. Мы не скажем этот балл в апреле, в мае, в июне, в июле. Мы можем его сказать в начале августа, когда будет готовиться приказ о зачислении на бюджетную основу обучения. Так что ждем начала августа. Ну, в этом ключе, если подумать... Сдаем сначала ЕГЭ хорошо, друзья, мы держим тоже за вас кулачки. Сдаете хорошо, и вы будете себя уверенно чувствовать. Но в Институте международных отношений такое количество направлений, что не поступить куда-то, ну, просто невозможно. Ну, и в этом ключе я бы хотела обратить внимание еще раз на те направления подготовки, которые дают возможность поступать на контракт. Это вот политика экономика тюркских народов на востоковедении африканистики и историю тюркских народов на направлении подготовки истории. Это как раз вот тот карт-бланш, который могут разыграть между собой те абитуренты, которым чуть-чуть не хватило баллов на бюджет. То есть у них чуть меньше, чем на бюджет, но у них хороший багаж знаний, чтобы иметь возможность поступить на этот профиль подготовки. И здесь есть еще большой секрет, и я его хочу раскрыть. У нас, согласно законодательству, только один раз можно на бюджете получить образование, то есть только один раз мы можем получить бесплатное образование. Ребята, которые получают образование на вот этом контрактном образовании, но за обучение которых платят из средств республики Татарстан, они за собой сохраняют право еще получить бюджет на бесплатное образование. Поэтому это действительно большое подспорье. Вот здесь, в данном случае, наверное, на это стоит обратить внимание. Спасибо. Такой вопрос. Какие направления чаще всего выбирают поступающие в магистратуру? Вы знаете, на самом деле раньше была такая тенденция, когда мы только-только начинали магистрские программы, только открывали. То есть обычно, если, например, студент закончил международные отношения, но он и старался поступить на международные отношения. А сейчас вот такая тенденция, ребята начинают комбинировать. То есть бывают у нас востоковеды, которые закончили вестоковедческое образование на бакалавриате, поступают на международные отношения или идут, например, на лингвистику. И в таком же порядке студенты, которые закончили лингвистическое образование, поступают в магистратуру. То есть это гуманитарные блоки, и, наверное, те более 10 направлений подготовки, которые существуют в нашем институте, они как раз позволяют нашим выпускникам, иногда студент, даже будучи студентом первого-второго курса, он еще не понимает, туда он пришел или не туда пришел, тому он учится или не тому учится. И вот И как раз после окончания бакалавриата у него хорошая возможность смоделировать для себя то образование, которое он уже, так скажем, осознанно хочет получить. И вот они тогда начинают уже менять эти направления подготовки на близкие, может быть, по компетенциям, но в то же время дающие им более широкие возможности. Какие нужно сдавать вступительные испытания для того, чтобы поступить в магистратуру? Для того, чтобы поступить в магистратуру, нужно сдавать экзамен. То есть это не ЕГЭ, это где-то собеседование, где-то это письменный экзамен. Более подробную информацию всегда можно найти на сайте. Там есть программа вступительного экзамена, где прописаны все вопросы, критерии, которые использует принимающая комиссия этот экзамен. И, собственно говоря, форма того экзамена, который они будут проходить для поступления в магистратуру. Спасибо. Давайте поговорим про иностранных студентов. Какие направления чаще всего выбирают иностранные студенты? Наверное, стоит отметить, что в нашем институте одно из самых больших количеств иностранных студентов. Наверное, не только среди институтов Казанского федерального университета, но и в целом в России. И студенты, которые приезжают из ближнего, дальнего зарубежья. Девушка, не дадите соврать, это лингвистика, очень востребованное направление. В частности, это и даже, скажем, тот же английский, русский язык. У нас, если говорить по нашему направлению подготовки, это международные отношения. На сегодняшний день почти 30% студентов, обучающихся на этом направлении подготовки, являются иностранными студентами. Здесь большое количество стран, большое количество регионов, большое количество студентов. И вот когда студент уже приходит, он еще, будучи студентом, уже постигает, что это такое выстраивать правильное международное отношение. На втором месте у нас экономика. Ну вот коллеги, наверное, может быть, еще дополнят. У нас в целом на всех направлениях подготовки всегда можно найти и представителей стран ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Они есть везде. На этом он и есть институт международных отношений. Ну да, в принципе, если говорить о нашей высшей школе, то здесь прямо можно выделить два основных направления, куда, в принципе, иностранные абитуриенты чаще всего поступают. Это педагогическое образование они выбирают, и направление туризм. Но вот в прошлом году достаточно большое количество иностранных абитуриентов выбрали для себя направление истории международных отношений. И, в принципе, правильно уже коллеги отметили, абсолютно на всех направлениях подготовки есть обучающиеся иностранные студенты. И, в принципе, самые большие категории, это, конечно, стран ближнего зарубежья. Если говорить о странах дальнего зарубежья, у нас, допустим, на высшей школе это Китайская народная республика. И, в принципе, те профили, которые изучают китайский язык, вот они носители языка, собственно, получают сразу себе в группу и могут как раз-таки в том числе и свой языковой уровень подтянуть, обучаясь на том или ином направлении. А вот чем у них отличается процесс поступления от гражданина Российской Федерации, допустим? Ну, конечно, в самом первую очередь это надо, чтобы они обучали, изучали русский язык и сопутствующие дисциплины. Для них есть два экзамена, которые они сдают. Большое количество студентов после подготовительного факультета, они уже заканчивая подготовительный факультет, сдают эти экзамены и поступают уже на те направления. То есть для каждого направления подготовки есть свои два экзамена, которые они сдают. Поэтому, если говорить о рекомендациях для иностранных студентов, которые хотели бы к нам поступать, это, конечно, самое главное изучение русского языка для того, чтобы они могли полноценное образование получать, ну и более глубокое изучение гуманитарных дисциплин, то есть всего гуманитарного блока, которые будут непосредственно они изучать в дальнейшем уже при получении высшего образования. Спасибо. И, наверное, завершающий вопрос. Почему стоит выбрать Институт международных отношений именно в Казанском федеральном университете? Что здесь есть такого, чего нет в других вузах? Чем он такой, Николин? Ну, давайте начнем с того, что Институт международных отношений Казанского федерального университета это страна возможностей. И студент, попадая вот в ту среду, в нашу семью, семью ИМО, как мы ее называем, семью Институт международных отношений, уже будучи студентом, имеет возможность получить как основные свои компетенции, прописанные, так скажем, учебным планом, так и те компетенции, которые, в принципе, ему понадобятся дальше по жизни. Не просто даже, может быть, в его карьере, а именно по жизни. Это, конечно, языки, это изучение регионов, это те мероприятия, которые у нас проводятся в Институте. Вот не поверите, нет ни одной недели, когда бы мы не проводили каких-то крупных международных форумов, конференции. Это и Ассоциация иностранных студентов, которые еженедельно проводят тоже свои мероприятия. И здесь они учатся презентовать себя в нужной среде, презентовать свои компетенции, свои возможности. И, наверное, еще будучи студентами, уже получить путевку в жизнь, потому что самые, так скажем, востребованные профессии на сегодняшний день, они как раз-таки заключают в себе те компетенции, которые мы развиваем в них не только в рамках образовательного процесса, ну и, наверное, вот в рамках тех мероприятий, которые мы проводим. Большое спасибо. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо большое, что смотрели нас. До свидания. Спасибо. Спасибо.